В ближайшее время в Алтайском крае могут снять режим ЧС регионального характера. Об этом заявили сегодня на заседании под руководством губернатора Виктора Томенко. Все, дальше везде Чумыш, речка Тольменочка вышла. Там поляна тоже затопленная вся. Напомним, вчера 9 апреля жителей Тольменского района готовили к эвакуации. На реке Чумыш масштабные взрывные работы помогли. Сегодня в районе Тольменки уровень воды упал почти на метр, подчеркивает начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Работа велась даже ночью. Пошел Чумыш, пошел, вот только что, прям пошел. Прям хорошо пошел, вот переходь бы нас пронесло. 9 апреля удалось справиться с 13-километровым затором льда на Чумыше в районе Каменского моста и обезопасить Тольменку и близлежащие села. На 12.00 уровень воды составляет 874 сантиметра по Тольменскому гидропосту. Сегодня ситуация в Тольменке стабилизировалась, эвакуацию отменили. Однако лед спустился ниже и образовал затор в районе села Зайцево. Результат, сообщает Краевой МЧС, 15 подтопленных приусадебных участков и протяженность затора более 5 километров. Днем течение реки Чумыш восстановили. Около 14.00 начались подвижки льда. Вода в селе Зайцево стала резко убывать. В других районах края спасатели тоже ведут работы. Так в селе Хабары спасли мужчину, который перевернулся в лодке. В регионе сегодня действует несколько шторм прогнозов на реках Чумыш, Обь и Чепша. В районе сел Шилоболиха и Ельцовка выявили незначительные заторы. Сейчас на Оби в районе Шилоболихе организовывают работу бригад взрывотехников. В районе Заринска прогнозируют подъем уровня Чумыша. Сформирована группа спасателей. На особый контроль в связи с возможным осложнением паводковой ситуации возьмут барнаульские поселки Ильича и Затон. На данный момент уровень воды в Оби в окрестностях города составляет 452 сантиметра, при критической отметке в 560. Местные жители обеспокоены. Мы пошли смотреть уровень воды, так как живем рядышком и остерегаемся. Как бы перекрыли уже проезд. Проезд, во-первых, к школе закрыт, только через понтонный мост, и там уже ограничения есть. По последним данным в регионе остаются подтопленными 101 жилой дом и 205 дворов. В пунктах временного размещения проживают 13 человек, из которых шестеро – дети. В свои дома смогли вернуться 136 человек. Юлия Щепина, День с толком.